Адамово яблоко Я много слышал о таком дереве, как маклюра Его называют по-разному И китайский апельсин, и индийский апельсин А также адамово яблоко И говорят, что он очень-очень полезен, этот плод Плод маклюры Ну вот я решил для себя разобраться Действительно ли это так И сделал свое такое небольшое исследование Маклюра Маклюра это листопадное доудобное дерево Высотой до 20 метров Ствол стройный, ветвистый Покрыт темно-бурой, трещиноватой корой Кронно-густая, раскидистая Листья большие, очередные, яйцевидные С острой вершиной, темно-зеленые, блестящие С нижней стороны светлее, чем с внешней Осенью листья приобретают золотисто-желтую окраску И дерево в целом становится очень красивым Плоды крупные До 12-15 сантиметров поперечники Морщинистые, оранжевые или светло-салатные По форме окраски напоминающие апельсин Их еще называют адамовым яблоком Китайским или индийским апельсином Плоды имеют длительный срок хранения Без потери своих свойств Около полугода Однако есть их нельзя Они ядовиты Размножаются маклюра семенами, отводками Чередками и корневыми отпрысками Свое название маклюра дерево получило От имени Вильямса Маклюра Американского исследователя Посвятившего себя его изучению Маклюра является ближайшей родственницей шелковицы Согласно исследованиям, химический состав и его плодов очень схож с плодами шелковицы По этой причине маклюра получила еще одно название Красильная шелковица Интересно отметить, что листьями шелковицы питаются гусеницы тутовых шелкопрядов А известно, что из всех листьев они предпочитают листья шелковицы Почему и получили название тутовых И тем не менее они едят ядовитую маклюру Родина маклюры Америка В Европу она попала в 1818 году Крым было завезено из Франции в 1833 году Для Никитского ботанического сада В нашем климате можно найти только один вид этого растения Это маклюра лечебная или оранжевая Из плодов и листьев готовят в домашних условиях настойки, мази и масла Редко используют корень маклюры для настою, который применяют наружно Перечисленные средства используются при любой болезни Наружно или внутрь Как отдельно, так и в составе сборов Как для лечения, так и для профилактики Благодаря полезным свойствам маклюры быстро заживают раны Восстанавливаются силы, лечатся грибковые и вирусные инфекции Ну а теперь подробнее познакомимся со свойствами и применением маклюры Начнем знакомство с плодов маклюры Как мы знаем, их называют адамовым яблоком И реже китайским или индийским апельсином Плод по форме напоминает яблоко или апельсин До 15 см поперечники С морщинистой оранжево-желтой кожей Есть его нельзя, он ядовит При разрезании плода ножом выделяется млечный сок Такая липкая жидкость Вообще млечным соком пропитаны все части растения Плоды маклюры ценятся народными целителями как универсальное и эффективное средство от многих болезней И даже от онкологии Созревшие плоды маклюры срывают с деревьев в перчатках Потому что их слизистый сок сложно смыть с кожи рук И можно навредить Плоды-то ядовиты Хранить плоды маклюры можно в свежем виде В виде настойки, мази, он же крем, масло Хранятся свежие плоды маклюры С сохранением своих качеств целебных до полугода Особенно если их держат в темном прохладном месте В течение этого срока они не теряют свои лечебные свойства Составы польза Плоды маклюры ценятся своим млечным соком Именно он имеет широкое применение как в официальной, так и в народной медицине В плодах маклюры обнаружено, внимательно, множество сахаров, жирных кислот, пектиновых веществ, лимонной кислоты Большое число витаминов, органические и желчные кислоты, растительные ферменты, сапонины, стерины, масса макро- и микроэлементов Однако самыми полезными и важными компонентами млечного сока маклюры считаются флавоноидные соединения Наиболее ценные изофлавин ойсаин и полифенол кемпфенол Схожие по структуре с П-витамином, но говорят, гораздо более сильные Имеющие множество противоканцерогенных качеств, то есть множество противораковых качеств Вот то, что я почитал, особенно то, что касается флавоноидов Не совсем ясно, что это такие за вещества, чем они, так сказать, выделяются Поэтому я для справочки специально для себя разъяснил Флавоноиды – это многочисленная группа фенольных соединений Фенолы – это ароматические соединения Они встречаются в различных частях многих растений В покрытых тканях, в плодах, проростках, листьях, цветах Они придают цветам окраску и аромат Пигменты фенольной природы называются антоцианы По биологическим эффектам антоцианы, похожие на витамин П Оказывают противоотечное бактерицидное действие Укрепляют стенки капилляров Восстанавливают отток внутриглазной жидкости Улучшают строение соединительной ткани, как волокон, так и клеток Большинство полифенолов, активные метаболиты клеточного обмена Играют важную роль в различных физиологических процессах Таких как фотосинтез, дыхание, рост, устойчивость растений Внимательно к инфекционным болезням А также рост и репродукция А также защищают растения от болезнетворных микроорганизмов И грибковых заболеваний Известна антиоксидантная активность многих фенолов Как мы знаем, фенолы Фенолы – это яды Запомнили? Поэтому-то они и так действуют против микробов и разного рода грибков Вознейшее свойство фенольных соединений – их способность к окислению с образованием Бензохинонных форм Название хинонов произошло от того, что первое из соединений этой группы Бензохинон был получен нашим химиком воскресенским Аж в 1838 году При окислении хинной кислоты Выделяемый как побочный продукт наряду с хинином и с хининой коры То есть теперь становится ясно Хинин – это сильнейшая горечь, которая используется для того, чтобы в крови подавлять малярийную инфекцию И все вот эти вещества, которые я перечислил, они довольно-таки схожи с ним То есть берем себе на заметку, чем они действуют Кстати, хинин – протоплазматический яд, парализующий ферментативные и биохимические процессы в клетках В том числе в клетках паразитов, которые находятся у нас в организме Особенно в крови Как горечь хинин способен усиливать секрецию пищеварительных желез Важно отметить, что стинтез фенольных соединений происходит только в растениях Животные потребляют фенольные соединения в готовом виде И могут их только преобразовывать Что касается организма человека, то фенолы оказывают Вот мы и подошли к самому главному Дезинфицирующие действия на дыхательные пути, почки и мочевые пути Это очень важно Вообще препараты на основе фенольных соединений широко используются в качестве Противомикробных, противовоспалительных, кровоостанавливающих, желчегонных Диуретических, гипотензивных, тонизирующих, вяжущих и слабительных средств О, теперь ясно, чем маклюра берет, что содержится в ее млечном соке, что он оказывает такое многоградное действие на болезни Которые в основном вызываются разного рода микропаразитами, микробами и грибками Когда плод маклюры созревает, в его млечном соке содержится наиболее ценный компонент Флавоноидные соединения Мы уже подробно о них узнали, но добавим, что они являются мощными природными антибиотиками Имеющими бактерицидное и антивирусное воздействие Также укажем на то, что отдельная группа изофлавоны Незаменимы для укрепления кровеносных сосудов и сердечной мышцы Млечный сок маклюры позволяет выводить из организма токсины и шлаки Предупреждает появление злокачественных раковых клеток А если мы начинаем понимать, что раковые клетки образуются из грибков Тогда и понятно действие маклюры на раковые клетки Уяснили? Исходя из вышеописанного, народная медицина выделяет следующее главное свойство плодов маклюры Бактерицидное и противовирусное Противоканцерогенное, то есть защита от рака, различных опухолей Мастопатии, внимание женщинам, доброкачественных новообразований Заживляющее, противосклеротическое, болеутоляющее, противовоспалительное Против дерматитов, экземы и других кожных заболеваний То есть всех тех заболеваний, которые вызываются разного рода грибками, паразитирующими на наших кожных покровах Нарушение опорно-двигательного аппарата, то есть артриты, артрозы, остеохондрозы, подагра Гипертония, астенический синдром, то есть синдром хронической усталости Когда ничего не хочется и человек впадает в такое состояние, когда у него сил нету Вегетососудистая дистония А теперь поговорим, что можно лечить свежим соком маклюры Бородалки Свежим млечным соком маклюры безболезненно удаляются бородалки Они чернеют, когда на них наносится сок, и отмирают Кровотечение и ранозаживление Свежим млечным соком маклюры останавливают кровотечение из наружных ран Он же считается хорошим ранозаживляющим средством Онкология Настойки, отвары, мазы и всплодов маклюры Обладают удивительной способностью изолировать, капсулировать новообразования Лишая их возможности питания и развития в организме Что приводит к их уничтожению и рассасыванию В народе за это свойство маклюру называют деревом отчаявшихся Говорят, что оно помогает противостоять развитию злокачественных и доброкачественных новообразований Даже на поздних сроках При онкологических заболеваниях лечиться маклюрой рекомендуется только под присмотром врача Одновременно отказаться от приема антибиотиков, алкоголя и других лекарств То есть только упор сделать на это А это требует большой решимости и смелости, а также взятия ответственности на себя Синдром хронической усталости Отвары маклюры действуют как эффективное тонизирующее средство Повышение иммунитета, противовирусные свойства, отвары и настойки маклюры обладают антивирусным свойством и повышают иммунитет Эластичность сосудов и капилляров Прием спиртовой настойки маклюры, всего лишь несколько капель, восстанавливает эластичность стенок сосудов и капилляров Нормализация кровотока, устранение сосудистых закупорок Это бич современных людей Спиртовая настойка маклюры устраняет закупорки, нормализует кровоток, укрепляет сердечно-сосудистую систему Из плодов маклюры готовят болеутоляющие и противовоспалительные снадобья При лечении радикулита, подагры, полиартрита, рожи, волчанки, трофической язвы И после операционных хрупцов используют мази и настой из маклюры В периоды восстановления после травм, операций, приступов рекомендуют настой из плодов маклюры При переломах, растяжениях, мышечных и суставных разрывах весьма эффективен настой из плодов маклюры Это хорошо используют спортсменам Им лечат дистрофический процесс Дистрофический процесс для справки – это воспалительно-дегенеративный Дегенерация, разрушение, уменьшение, исчезновение То есть после воспаления на том месте ничего нету Чтобы вы запомнили, что такое дистрофический процесс А именно, что важно, и сейчас это тоже своеобразная эпидемия Повторяю, им лечат дистрофический процесс воспалительно-дегенеративный В плечевом локтевом суставе, так называемый эпикандилит У кого не болел плечевой сустав, локтевой сустав, счастливые люди Потому что боли возникают ночью и не дают спать Вы будете ворочаться туда-сюда Меняя положение, при котором, чтобы хоть боль немножечко пропала А она пропадает, а потом опять появляется Ужасная вещь У меня было, но вот я справился Специальные мази по особой рецептуре из плодов маклюры Помогают при межпозвоночных грыжах, отложениях солей, раке кожи и прямой кишки Мастопоте, геморрое, лишаях, дерматитах А теперь поговорим о приготовлении настойки, мази из плодов маклюры Для этого рекомендуется использовать спелые плоды маклюры В период их естественного опадения с деревьев То есть они созрели и опали Вот тогда-то их и берем Они, как правило, становятся желтенькие Зелененькие не используйте Приготовление настойки в домашних условиях Внимательно будьте Плоды маклюры нарезаем дольками А в некоторых случаях пропускают через мясорубку или блендер Заполняют стеклянную емкость до самого горлышка Заливают крепкой водкой или 70% спиртом Чтобы в банке оставалось как можно меньше воздуха Чтобы не было окисления Плотно закрывают капроновой крышкой Настаивать не менее полугода При срочной надобности можно уже использовать через 10-15 дней Но считается, что наиболее эффективна водочная или спиртовая настойка Из плодов маклюры получается Если ее выдержать как можно дольше Классический рецепт приготовления требует выдержки в один год То есть вы ее приготовили, пускай она там себе стоит Но уже через, допустим, 15 дней уже можете пользоваться А чем она будет дольше стоять, тем она будет больше, так сказать, входить в силу Вариант более сильный Это уже мой вариант, который я рекомендую Делаем то же самое, но настаиваем на керосине Берется обычный осветительный керосин Также настаиваем 3-12 месяцев Применение, как и выше указанного, наружное Когда настойка из плодов маклюры приобретает темно-коричневый оттенок Ее можно применять для лечения То есть это характеристика, указывающая на то, что уже настойка готова При этом важно помнить, плод ядовит и использовать настойку нужно с особой осторожностью А теперь поговорим о применении настойки маклюры Важно понимать, лечение препаратами маклюры в первую очередь должно быть безопасным Для этого надо придерживаться нескольких правил при употреблении препаратов маклюры внутрь Перед приемом внутрь разбавьте настойку маклюры 10 капель настойки на столовую ложку кипяченой воды Начало лечения осуществляется так По 2 капли настойки 3 раза в сутки до еды принимают В последующем каждый прием спиртовой или водочной настойки маклюры Увеличивают на 2 капли в сутки, пока не дойдут до дозы 30 капель в сутки Как только максимальная доза достигнута Начинает обратное плавное уменьшение дозы Также по 2 капли в сутки Пока она не будет равна начальной То есть 2 каплям 3 раза в день После этого необходимо сделать перерыв как минимум на неделю Такой способ применения спиртовой водочной настойки маклюры внутрь Необходимо выполнить в течение полугода Это и будет считаться полным курсом Есть мнение, что подобный курс способствует снижению веса тела При раке репродуктивных органов у женщин рекомендуется вот такой способ применения Разбавив в столовой ложке кипяченой воды 2-3 капли спиртовой настойки маклюры Принимают внутрь ее 5 раз в сутки в течение месяца Перерыв недели повторить то же самое еще один раз Этот же курс можно применять и для профилактики вышеуказанных болезней При насморке или гайморете развести спиртовую настойку маклюры в воде в соотношении 1 к 5 И смочить полученным раствором марливые салфетки, так называемые турундочки Их вставляют в каждый носовой ход на 15-20 минут Два раза в сутки в течение недели Если смешать спиртовую настойку маклюры с оливковым маслом пропорции 1 к 1 Можно избавиться от полипов в носоглотке Полученной смесью смачивают тампоны и вставляют в нос на 15 минут так, чтобы они соприкасались с полипами Так поступают дважды в день в течение недели Наружное применение спиртовой настойки маклюры в виде компрессов и растираний Полезно при заболеваниях опорно-двентинового аппарата Мастопатия у женщин Используют компресс или примочки от 10 минут до 30 в течение 3 недель Готовая настойка лечится аденома, гайморит, болезни печени и селезенки Отложение солей, радикулит, остеохондроз, подагра, полиартрит, мастопатия, миома и фибромиома Шпоры и натоптыши, гипертония, геморрой, нарушение метаболизма, то есть обмена веществ, нервные расстройства Воспаление лимфатических узлов, заболевания кожи, паховые и межпозвоночные грыжи Рак легких, предстательные железы и иные виды Также ее применяют для профилактики, появления опухоли, закупорки сосудов, нарушений деятельности мозга Кроме того, растение восстанавливает эластичность кровеносных сосудов и содействует снижению лишнего веса Мазь, то есть крем из плодов маклюры Из всех препаратов маклюры наибольшей популярностью пользуется мазь Ее делают из плодов маклюры и из жира Область применения мази такая же широкая, как и у спиртовой настойки маклюры Ее используют от псориаза, артрита, прыщей, эрозии шейки матки Лечат адреному и многое другое Используют при межпозвонковой грыже, для лечения суставов, мастопатии, геморроя и рака прямой кишки Мазь не только наносят на кожу, но и делают из нее свечи, ректальные, вагинальные Приготовление мази в домашних условиях Рекомендуется использовать плоды маклюры, у которых кожица оранжевая, но не салатная То есть оранжевая кожица говорит о том, что маклюра, плод маклюры спел Нарезать мелкими кусочками, а лучше перемолоть через мясорубку И сложить в огнеупорную посуду с узким горлом, типа кувшина Отдельно растопить свиной жир На одну часть плодов потребуется 5 частей жира Залить измельченную массу плодов маклюры жиром Замазать горлышко кувшина пластом обычного теста из муки и воды Кувшин поставить в духовку на самый минимальный огонь и держать сутки И если такой возможности нет, то потомите в течение дня Отключите на ночь, а затем еще разок Вариант приготовления для усиления мази Можно взять не одну часть плодов маклюры, а две и даже пять В итоге получается мазь один к одному С высокой концентрацией действующего начала Непосредственно перед наружным применением В чайную ложку мази можно добавить Одну четвертую-одну вторую чайной ложки керосина Все тщательно перемешать и втирать в больные места Керосин как транспортное средство Будет способствовать скорейшей доставке действующих веществ маклюры Через кожные покровы А также сам по себе оказывать благотворное действие Вариант приготовления, чтобы улучшить эффективность действия Вместо свиного жира рекомендуется использовать рыбы Либо добавить его в уже готовую мазь Она эффективна при болезнях кожи, кожных язвах и ожогах Рекомендуется наносить ее при варикозе, артрозе коленного сустава, шейном остеохондрозе Для увеличения эффективности можно один день делать компрессы из мази А другой просто намазывать ее на больной участок Также можно делать варианты Мазь на жире Мазь с добавлением рыбьего жира Мазь на жире с добавлением керосина Мазь с добавлением рыбьего жира и керосина То есть все эти масла будут действовать несколько иначе А в целом эффект будет более сильным Маклюровую мазь хранять в стеклянной посуде в закрытом виде в прохладном месте Применение мази маклюры Ее применяют при мастопатии, межпозвоночной грыжи, при миоме, против рака кожи Рекомендую делать компрессы из мази На кусочек ткани нужно нанести довольно-таки хороший слой мази Наложив его на больное место и плотно закутать это место Держать такой компресс 10-12 часов Делают его один раз в два дня Курс лечения до получения результата Но не более трех месяцев При раке молочной железы и для лечения мастопатии Используют дополнительно капусту Свежие капустные или лопуховые листья Опускают несколько раз в кипяток, чтобы они размягчились Затем немножечко отбивают, чтобы на поверхность выступил сок И намазывают тонким слоем мазью Компресс накладывают на грудь или там, где болит И плотно бинтуют, чтобы было плотное прилегание Держат столько, чтобы листья подвяли И свое содержимое отдали больному месту Повторять через день на протяжении трех месяцев То есть лечение получается довольно-таки длительным Выше описанный компресс, но с добавлением керосина То есть смотрите вариант приготовления Рекомендуется использовать для лечения больных суставов Особенно застуженных холодом То есть мазь с добавлением керосина Прекрасно будет действовать на суставы Больные суставы, которые заболели от того, что человек их застудил Это особенно касается женщин Они любят ходить в тонких чулочках Показывают ножки в холодное время года А потом страдают При паховой грыжи, эрозии шейки, матки и геморрои Используют свечи из этой же мази Нужно приготовить ректальные или вагинальные свечи Для этого лучше всего подойдет мазь с концентрацией жира Один к пяти, одна часть маклюры, пять частей жира Для того, чтобы усилить концентрацию Можно взять две, а то три части маклюры и пять частей жира Ну, начните один к пяти Свечи делаем так Берем тонкий, как карандаш, пятикубовый шприц Срезаем донышко, где иголка Поршень оттягиваем максимально вниз И заливаем мазь слегка подогретую Так делаем несколько заготовок То есть берем три, четыре, пять шприцов Которые помещают в стаканчик в вертикальном виде И ставим в морозилку на ночь Утром поршеньком выдавливаем замерзшую форму Это и будет вагинальная или ректальная свеча Храним их в морозилке Свечи применяют на ночь Лечение длительно до двух месяцев Если потребуется, то курс можно повторить через 2-3 недели Межпозвоночная грыжа К месту проекции, там где имеется грыжа На спину нужно приложить кусочек ткани Смазанной мазью маклюры с добавлением керосина Сверху наложить компрессную бумагу Закутать шерстяным платком Компрессы рекомендуют делать через сутки В течение трех месяцев Гайморит и аденоиды Маклюра справляется и с этим заболеванием Растопить немного мази Она должна быть жидкой, но не горячей Положение лежа Ее закапывают в нос дважды в день Для взрослых курс лечения 3 недели Для детей 10 дней Масло маклюровое Плоды маклюры используют в косметологии Антисептические свойства маклюры Хорошо очищают кожу Снижают воспалительные процессы Эфирные масла и жирные кислоты Из косточек и млечного сока хорошо питают Волосы и кожный покров повышают тонус Масло маклюры используют от пигментных пятен на лице Прыщи для осветления и выравнивания тона кожи Пилые свежие плоды маклюры Перемолоть на мясорубке вместе с кожицей И поместить в стеклянную банку Затем растительным маслом Оливковым Наиболее благоприятно для нашего организма Либо к конжутным, а это масло с горячими свойствами Если вам надо получить такую масло Либо подсолнечным, она так сказать более простенькая Пропорция На одну часть сырья 10 частей масла Естественно, чем больше порция сырья Тем насыщеннее будет масло Но классически делается так 1 к 10 Если надо выселить лечебный эффект Берите масло виноградных косточек Зародыши пшеницы, косточек авокадо Либо кокосовое масло Стеклянную емкость поместить на 2-4 недели В темное место для выдержки Далее смесь процедить и вылить в чистую стеклянную емкость Где оно и будет храниться Настойка из листьев и молодых побегов маклюры Маклюра полезна и своей листвой Ее молодые веточки и листья богаты витамином П Эфирными маслами, антиоксидантами Поэтому их используют для приготовления лекарственного настоя Заготовка сырья, побеги и листья Происходит весной до появления цветов Водный настой из листьев маклюры готовят так 2 столовые ложки зеленых листьев маклюры Или ложку сухих листьев Заливают в термосе стаканом кипящей воды Через полчаса Теплый настой листьев маклюры готов к употреблению Спиртовый либо водочный настой из листьев маклюры Сырье, листья и побеги мелко порезать и высыпать в стеклянную банку Залить спиртом или водкой, чтобы жидкость полностью покрывалась зелень Закрыть капроновой крышкой и поставить темное место на 2 недели Далее настойку процедит, а получившуюся жидкость дополнительно смешать с чистой водкой в соотношении 1 к 1 Спиртовый либо водочный настой используют при простуде Натирают грудь, спину Далее закутываются в шерстяное белье И где-то примерно пару и более часов находятся в таком состоянии, чтобы хорошенько пропотеть Такие растирания можно применять и при грыже позвоночника, пяточной шпоре, варикозном расширении вен Можно делать компрессы и для удаления папиллом Рекомендуют растирку при ревматизме, радикулите, остеохондрозе, застуженных суставах При этом важно теплое окутывание, желательно на всю ночь, курс 5-7 дней Далее повторы при необходимости через 2-3 месяца Спиртовую водочную настойку из листьев и побегов маклюры можно принимать и внутрь для профилактики Простудных заболеваний, болезни сосудов и сердца, иммунодефиците, заболеваниях печени и почек Меры предосторожности В маклюре находятся ядовитые вещества, поэтому применять лекарственные средства на ее основе нужно осторожно Особенно это касается настоек, принимаемых внутрь Принимать их надо строго по инструкции В официальной медицине плоды маклюры не используются вообще, поскольку они мало изучены Врачи крайне категоричны в отношении самолечения, они считают вообще-то опасным занятием Что касается народной медицины, здесь маклюра весьма популярна А через интернет можно приобрести любое из описанных лечебных средств Кстати, ниже в описании я даю ссылочки, по которым вы можете заказать те или иные препараты на основе маклюры Значит, положительные отзывы о пробовавших лечении маклюры только увеличивают спрос на эти продукты Однако есть и противопоказания Нельзя использовать лекарственные средства из маклюры диабетикам, беременным и кормящим мамам При тяжелых болезнях желудка детям до 12-15 лет из-за возможности передозировок и аллергических реакций А также при индивидуальной непереносимости Наружную реакцию на мазь маклюры нужно сначала протестировать Намазать на небольшой участок кожи и проследить за ответной реакцией Если в течение двух суток ничего вредного не произошло, значит мазь можно использовать Видите, какое предостережение, поэтому прислушайтесь В период лечения маклюры запрещено употребление любого алкоголя и иных лечебных настоек на спирту А также совмещать лечение препаратами маклюры с антибиотиками и курсами химиотерапии Если в период применения настойки из плодов или листьев маклюры появляется Внимание! Тошнота, боли в желудке, затрудненное дыхание, нарушается без причины сон Нужно сразу же прекратить прием Как правило, произошла передозировка Отдохните Дозу, далее, если вы будете использовать, надо подбирать индивидуально Запомните, это все средние дозы Я сижу перед вами 100 кг, мне возможно это мало А у вас 50 кг, а это может быть много Далее, чтобы выйти из вот такого ухудшенного состояния Как можно быстрее, желательно поголодать 1-3 дня И пить больше чистой воды, можно дистиллированной Можно дистиллированную заморозить и далее размораживая его в виде талой воды пить Еще быстрее промоет организм Это ускорит выведение препаратов маклюры А также не помешает обратиться к врачу за медицинской помощью То есть не стесняйтесь Предварительно сначала посоветуйтесь с врачом, чтобы как-то это все было под его контролем Важно, чтобы врач был такой продвинутым Итак, где взять маклюру? Свежие плоды маклюры для приготовления лекарств можно купить по интернету Благодаря длительному сроку хранения плоды маклюры доставляют в свежем виде Также готовые средства масс или настойку можно купить в аптеке А также по ссылочке через интернет Ссылочку я даю в описании Маклюру можно вырастить у себя на участке Размножается она с помощью семян или саженцев Одного дерева, если вы вырастите, вполне хватит Семечки нужно подержать двое суток в теплой воде перед посадкой После высадить в ящик с почвой Пересаживать на постоянное место можно тогда, когда деревце достигнет метра в высоту Выберите солнечное место и посадите деревце Оно одинаково хорошо переносит соленые и кислые почвы Морозостойкость маклюры на удивление высока Взрослые растения хорошо переносят зиму без укрытия А молодые саженцы лучше накрыть в первые морозы А садоводы рекомендуют сажать маклюру из-за ее декоративных свойств Весной дерево покроется крупными цветами Осенью на нем появляются оранжевые плоды Таким образом дерево маклюра сочетается и красоту и полезность Вот мы и узнали о том, что такое маклюра Какие части дерева маклюра можно использовать И в каких целях можете взять на вооружение Благодарю за просмотр Если вам понравилось видео Ставьте лайк, звоните в колокольчик И подпишитесь на канал Ваше участие развивает канал И способствует его продвижению Вы можете посетить Бесплатно Мою авторскую библиотеку На сайте Малахов Про Доброго здоровья И до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok